На деле Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. В стратегической концепции 2022 года наша страна натовцами объявлена прямая цитата «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов НАТО, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». Конец цитата. Совершенно даже не собирались они каким-то образом фиксировать тот момент, что вообще-то наша страна тоже находится на европейском континенте, мало того, составляет ее большую часть. Мы еще раз хотим подчеркнуть, никаких агрессивных планов в отношении НАТО, ее членов, у России не было и нет. Но при этом со всей очевидностью мы понимаем, они есть у НАТО. Провокационные заявления западных политиков и военных о мнимой, как они это формулируют, угрозе с Востока нацелены на идеологическую обработку собственного населения. Мы прекрасно понимаем, Вашингтону не нужна мирная Европа. Концепция управляемого хаоса зашла слишком далеко. Теперь идеологи глубинного государства в Соединенных Штатах Америки буквально требуют еще больше крови. Им нужно залить ею европейский континент. Буквально только что стало известно об очередном террористическом акте боевиков киевского режима против российских журналистов. Они находились при исполнении своего служебного долга, профессиональных обязанностей. По имеющимся на текущий момент данным в результате целенаправленного, это ключевое слово, целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям и сброса боеприпаса с беспилотника, но это будут подтверждать правоохранительные уже органы на основе имеющихся фактов, Тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега-оператор телеканала НТВ Валерий Кожин и сотрудник язык сопровождения. Пострадавшие в тяжелом состоянии, доставленные в больницу Горловки, за их жизни прямо сейчас борются врачи. Я надеюсь, хотя бы сейчас на брифинге представителя генсекретаря ООН, господина Дужарика, эта тема не останется без комментария. И они найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить. Не просто дать адекватную реакцию, а осудить. Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало. Они требуют от киевского режима еще. Они поощряют впрямую наносить удары в глубине России. И даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне взялись за планирование масштабных диверсий. Вместе с тем, почти 7 лет назад у американских конгрессменов, объявивших АЗОВ, экстремистской, антисемитской и неонацистской организаций, и запретивших оказание ему какой-либо помощи, не было в этом никаких сомнений. Я имею в виду в том, что этот батальон националистический. Они их так и называли откровенными нацистами. Даже самые отпетые головорезы могут стать своими, получается, для Вашингтона, если это отвечает нынешним американским геополитическим интересам. Очевидно, что подобные сценарии соответствуют интересам Вашингтона, который за разговорами о транслантастической солидарности, о союзничестве, о особом отношении партнерства со странами Европейского Союза, стремится к экономическому ослаблению этого самого Европейского Союза. А если сказать опять же прямо и называть вещи своими именами, то закабалению. Очень хочется, чтобы то количество сигналов, месседжей, которые уже были направлены российской стороной, все-таки ушли не в космос, а дошли до адресата. Действительно, огромное количество невоенных, невоенно-политических месседжей было отправлено Западу за все эти годы. Мы столько души вложили и столько сил, и столько тепла вложили в развитие наших отношений, что никому не удастся их испортить. Я обратила внимание на заявление по поводу ОДКБ, что Армения должна или обязательно выйдет из ОДКБ. Я просто помню, не так давно те же самые армянские нынешние политические деятели говорили о том, что ОДКБ вышла из Армении. Просто хочется уточнить, а ОДКБ уже вернулась в Армению, чтобы ей можно было оттуда выйти? Можно сколько угодно заниматься этой словесной эквилибристикой, но мне кажется, это как-то так совсем недостойно и дешево. Есть стратегические интересы государства, есть проблемы, с которыми региону, к сожалению, пока еще не удалось распрощаться. Вот о чем нужно думать. О безопасности, о стратегическом сотрудничестве, о гражданской инфраструктуре, которая должна создаваться, в том числе с опорой на безопасность в этом регионе и стабильность во имя будущих поколений, во имя того, давайте вещи назовем своими именами, для того, чтобы этот регион был передовым, чтобы он развивался, а не для того, чтобы застарелые проблемы, знаете, как путы, как камни тянули на дно. Вот для чего нужно преодолевать существующие проблемы в регионе безопасности и работать на привнесение стабильности в этот регион. Для того, чтобы он не остался, так сказать, на обочине у мирового прогресса и развития. Сейчас все говорят о многополярности. Уж кому, а именно Южному Кавказу, можно и нужно становиться одним из центров этого полицентричного мира. Все для этого есть. Продолжение следует...